Как в Европе поступали с любовницами фашистов? Участь любовниц фашистских солдат и офицеров в Европе была не менее тяжела, чем у изменников Родины в СССР. Особой бесчеловечностью в отношении девушек-коллаберационисток были французы. Видимо, они решили, что выпустить свой гнев на беззащитных женщинах гораздо проще и удобнее, чем попытаться отставить свою страну от немецких захватчиков и издаться за один месяц и 12 дней. От тех женщин, на которых дотянулись руки народных мстителей, прицепили прозвище «Подстилка». Помимо прочего, их стали преследовать, публикуя в газетах их имена и место жительства, под общим лозунгом «Горизонтальные коллаборантки». Во Франции таковых насчитывалось чуть более 20 тысяч женщин. Может показаться, что подобное самоуправство было легализовано властью, но на самом деле официальные лица к этому не были причастны. Хотя стоит добавить, что полиция и политические силы не препятствовали деятельности народных мстителей. Доходило до того, что горизонтальным коллаборационисткам прорывались в дома, их силы выталкивали на улицу, на потеку публики и самим мстителям. Под улюлюганием толпы их брили на лысо, нередко рисовали надпус фастику и заставляли ходить в ночнушках. Иногда этим женщинам устраивали своеобразные допросы, где их заставляли признаваться и подробно рассказывать о их связях с немцами. Доходило до вопросов крайне личного характера. Хоть и не было официального положения о том, следует ли привлекать к уголовной ответственности горизонтальных коллаборационисток, все же помимо суда Линча, довольно большая часть женщин была приговорена к реальным тюремным заключениям, как изменится родина.